Валерия Квашнина Для тех, кто уже позабыл, в начале предыдущей недели зима, несмотря на все блинные проводы, снова заявила о себе. Весна, ты зима и ты прекрасна. Апрель, ты сошел с ума? И, конечно, каждый захотел поделиться видом заснеженного города и своего окна. Теперь я точно знаю, где живут активные пользователи соцсетей. Вставили наш хэштег с миру по твиту, и те, кто шел на работу, и те, кто успевал лепить снеговиков, вам наш отдельный зачетный лайк. Ну а с первыми лучами солнца на улицах стали появляться влюбленные парочки. Пылкость этих забайкальских ребят собрала, наверное, уже тысячу лайков и комментариев. На пятки встал, уважение потерял. Курлык, курлык, ебанка! После такой славы к этой скамейке могут смело приезжать молотожены и вешать замочки на вечную любовь чисто по-четински. Не осталось без внимания истории любви, отваги и мужества в фильме «Экипаж». Судя по заметкам, на входе читинцам надо было раздавать не только 3D-очки, но и пачку платков. Виктория Роганова с помощью нашего хэштега поделилась своими эмоциями. Сходили на фильм «Катастрофу. Экипаж». Фильм «Огонь». Прониклась до слез. Зрители аплодировали стоя. В общем, как сказал герой Машкова, зачет. А вот проверять читинских рестораторов на чувства, а главное санитарные условия и сервис, совсем скоро будет новая ведущая программы «Ревизора» Ольга Романовская. В «Одноклассников» группе «За Байкалия на болевшем» решили провести опрос, какие заведения «Читы» срочно требуют проверки. Помимо перечисленных злачных мест, нашлись и комментарии с откровениями. В прошлом году работала в ресторане, и когда появились новости о том, что Лена Летучая посетит «Читу», наш директор закрыл ресторан и устроил генеральную уборку. Мы убирались с утра и до позднего вечера, как сейчас, помню, что жутко устала и ноги ныли от боли. Ответы выходили из-за грани ресторанного и гостиничного бизнеса. Пусть в детские больницы лучше заедет, вот от этого будет толка, кафе и рестораны подождут. Как сказал бы наш алкозорик, Это плюс! Ну а самыми популярными фотографиями на этих массах выходных стали, конечно же, Пасхи и Куличи. Кстати, самый большой, 10-килограммовый символ воскресения можно было попробовать в торгово-развлекательном центре «Макси». А вот с яйцами четинцы покреативничали. Тут вам и русские народные мотивы, и мордашки на любую эмоцию, и кружево, и милые божьи коровки, и энгри бёрдс, и даже очаровательная морская свинка в роли пасхального зайки. Прям ми-ми-ми-ми-ми! Но больше всего меня поразил вот этот брутальный натюрморт. Бешено плюсую Алексей Чистохин. На втором месте по популярности стали фотографии под общим названием «Разговелись». Шашлыки-машлыки, природа, погода, дача. Обожаю 1 мая с праздником всех! Христос воскрес! Отпостились и с чистой совестью бегом за шампурами. Или бегом на первомайской эстафете. Таких фото, так же как и с парада, было немало. Все, кто сейчас отходит от праздников, крепитесь. Рабочая неделя будет короткой. Всем мир! И на этом у меня все. И как всегда, помните, ваши 140 символов могут стать нашими новостями. Ставьте хэштег «С миру по твиту» и ваши заметки окажутся в обзоре соцсетей ЗАПТ-ТВ. И по традиции парад фото со страниц самых неленивых, самых наших дорогих телезрителей, почитателей нашей передачи и любителей славы. Всех тех, кто поставил наш замечательный тег. Теперь о ваших выходных узнают все. Особая благодарность постоянным участникам нашей ленты. Максиму Трутаеву, Юрию Скоробогатову, Никите Титинку, Оксане Горской, Сергею Фотину и его собаке. Пополняйте их список и вы. Пока-пока!